Я Кайдаш Татьяна Фёдоровна. Я живу в этом доме. Индустриальная 9, квартира 85. Скажите, как давно это безобразие сзади у вас творится? Начали рыть где-то в начале октября. А всё вот это стало наполняться где-то 7-8 октября. И по сей день. Балкон невозможно открыть, окно невозможно открыть, потому что дышать совершенно нечем. Мы живём здесь в однокомнатной, больше у нас некуда проветрить. Ужасно. И люди ходят, бедные, все носы закрывают. Все тоже жители жалуются. Я спрашивала у своих соседей. По дому они говорят, да, просто дышать нечем. Часто вы здесь наблюдаете сотрудников водоканала? Очень редко. Поначалу да. Когда они рыли, когда они тут и это, они были. Потом, когда вырыли, запомнилось. Только потому, как мы звоним, 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 они придут, походят там и опять уезжают. Когда очень сильно было залито до краёв, мы позвонили, они пришли, половину откачали. Сейчас, ну раз в неделю, может быть, приедет трактор, немножко покачает и уезжает всё. На все наши звонки никто не реагирует. Диспетчер уже с нами разговаривать не хочет. Он бросает трубку, говорит, ждите, техника выехала. Звонила секретарю нашего директора водоканала, просила о том, чтобы как мне попасть с ней переговорить или хотя бы написать какую-то жалобу. Она сказала, что попасть мы не можем, так как эпидемия, естественно. Я, говорит, вашу просьбу донесла. Она сказала, к Новому году мы всё устраним. Вас устраивает? Нет, нет, мы просто здесь отдохнёмся. Мы просим самое главное, пусть сроки будут до декабря. Мы согласны, поменяют, мы всё это понимаем. Чтобы выкачали вот эту канализацию, потому что невозможно ей дышать. Ещё такой свидетель был. Женщина идёт, молодая, с ребёнком, коляску, где она ведёт. Впереди дитю её бежит маленькая. Ветер, когда был сильный, ограждение вот это свалило. Пару дней точно не это самое, оно лежало. Оно сейчас лежит. И она, дитю это побежало вперёд. Ну вот она за малым, она чуть-чуть бы упала. Что делать? Это ЧП? Или это не ЧП в нашем городе? Что она упала, утонула, всё. А тогда что? Семье этой, маме, родителям. Беда. Это просто беда. И так зачастую. Школьники ходят, всё дети, пенсионеры, любые, все разные люди. Ну это просто невозможно уже. Так как была у нас очень большая ёмкость, ну до самой верхушки, и подтопление идёт, и эта самая земля подсыпается. А мальчишки, любопытные детки, хотят поглядеть, хотят встать на край, чтобы посмотреть, что там такое. Это, понимаете, чем чревато.